Они противостоят пандемии на переднем крае медицины, принимая удар на себя. А результат – десятки тысяч исцеленных людей, которые снова могут свободно дышать. И миллионы тех, кто благодаря профилактике избежал заражения. Первые самарские лауреаты Ордена Пирогова, врачи Наталья Данилова, Татьяна Дергунова, Наталья Кабанова были награждены этим летом по указу президента России Владимира Путина. А сегодня ордена вручил медикам губернатор Дмитрий Азаров. Торжественное собрание было приурочено ко дню Конституции, 12 декабря. Я, конечно, не случайно первым в ряду представителей профессии назвал медицинских работников. Именно они в этом году, находясь на передовой борьбе с новой коронавирусной инфекцией, делают иногда просто невозможное. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители, работники скорой помощи, мужественно и профессионально исполняют свой долг. Рискуют с собой, делая все возможное и даже невозможное, чтобы помочь людям. Девиз ордена Пирогова – милосердие, долг, самоотверженность. Награда учреждена указом президента России от 19 июня 2020 года. Как высший знак государственного признания при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий. Самарская детская инфекционная больница уже 10 месяцев оказывает помощь не только детям, но и взрослым с коронавирусной инфекцией. Для меня большая честь работать в этом удивительном коллективе. Я вас заверяю, что каждый сотрудник коллектива, от санитарки до главного врача, нацелен на оказание высококачественной помощи, в этом сложном время все работают с большой самодачей. Медалями, грамотами, знаками отличия награждены не только врачи, но и работники других отраслей производства и социальной сферы. Все они внесли свой вклад в новый этап становления города трудовой доблести и славы. Сегодня Самарский регион снова на подъеме своего развития. В реализации стратегии лидерства важен каждый труд, особенно профессионалов высшей квалификации, верных своему делу. Более 43 лет назад на металлургический завод пришел работать Александр Косимовский. Сегодня его специальность называется «огнеупорщик на горячем участке работ». Он исполняет обязанности мастера в литейном цехе. Рассказывает, с тех времен многое изменилось. Раньше внести рационализаторское предложение было проще. Конструкторы так и говорили – переделывайте, а чертеж мы потом изменим. Сегодня производственный гигант работает по новым стандартам, где все четко прописано, особое внимание и вопросам охраны труда. Знаете, я про свой коллектив вообще скажу. У нас все ребята, ну я постарше, они в среднем у меня 45-40. Это просто, знаете как, огнеупорщики от Бога называются. Ими, я как исполняющий обязанности мастера, ими руководить очень легко. У нас каждый знает свою задачу, каждый любую операцию. Александру Косимовскому сегодня вручен знак «Заслуженный работник промышленности Самарской области». Крупнейшее предприятие стратегически важное для страны, и от его работы зависят многие сферы жизни. Но не только экономическим ростом живет регион и страна. Награды за свой труд получили учителя и спасатели, социальные работники и артисты, экологи и судьи. И символично, что награды вручены в канун праздника в честь основного закона страны. В этом году люди объединились вокруг конституционной идеи, поддержав большинством голосов изменения, предложенные президентом страны. Олег Зверев, Николай Сидоров, События.